В Орске активно ведется пропаганда здорового образа жизни. Правоохранители особое внимание уделяют проблемам наркомании, табакокурения. Так, в рамках правовой недели прошла встреча со студентами Орского технического техникума имени Стеценко. Еще хотелось бы раз, да, сделать акцент на том, что сейчас месячных правовых знаний. То есть для вас фактически здесь уникальная возможность увидеть уголовный кодекс в лицах, да, как я говорю, а не сидеть и не изучать его дома. То есть еще Гёте сказал, если человек будет изучать наказание за преступление, у него не останется времени на их совершение. Сегодня студентам еще раз напомнили о работе горячей линии, по которой ребята могут сообщить о том, где торгуют смертью, или о незаконном хранении наркотических средств. Если человек совершил, да, там, по глупости, не по глупости, решил попробовать, и его освидетельствовали в наркодиспансере, то есть сразу же с первого раза, да, поймали, освидетельствовали. Когда человек ставится на профилактический учет в наркодиспансер, да, то есть он состоящий на учете отныне. И 76 профессий для него с этого момента закрыты навсегда. То есть это те профессии, которые связаны с работой с людьми, да, с опасным производством. Он в них больше допуска иметь не будет. Ну, вот эти мероприятия, ну да, важны, потому что, как бы, ну да, надо напоминать людям, ну, допустим, даже студентам, чтобы они, как бы, ну, не углубляясь в это, как движение не употребляли. Я вообще к этому как-то скептически отношусь и сейчас. Если ты станешь свидетелем, я не знаю, вот, продажи наркотических средств, что-то в этом роде, ты сообщишь нам? Я попытаюсь это пресечь, да, как-то, ну, или сообщить. Также перед участниками встречи выступили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Каждый выступающий в своем докладе рассказывал студентам о том, как избежать плачевных ситуаций и быть порядочным гражданином, соблюдать общепринятые законы и нормы поведения.